Садгуру, в своей статье о карме вы написали, что мы не начинаем расти, пока не создадим глубочайшего желания расти. Не могли бы вы подробнее остановиться на этих мыслях о карме? Видите ли, вам нет необходимости создавать желание. Есть ли здесь кто-нибудь без желаний, какими бы религиозными вы ни были? Есть ли здесь хоть кто-то без единого желания? Вы пробовали разные методы избавления от желаний, но ни один не помог, не так ли? Вас учили, что нужно отказываться от желаний и довольствоваться тем, что есть? Помогло ли это хоть кому-нибудь на планете? Это сработало? Учение, которое не работает — это просто чушь, не так ли? Тем не менее, по разным причинам, этому продолжают учить до сих пор, но не будем об этом. Желание — это не что-то, что вы создаете. Не имеет значения, кто вы, где находитесь. Внутри вас есть нечто, что стремится стать чуть большим, чем то, кем вы являетесь сейчас. Да или нет? Да. Если станете чуть больше, что потом? Еще немного. Опять станете чуть больше, что потом? Еще немного. Еще больше тогда, что? Так можно продолжать бесконечно. Но зачем идти маленькими шагами? Я сделаю вас властелином этой планеты. Вы будете довольны? Не смотрите на меня с надеждой, я не совершу такой ошибки. Если вы станете властелином планеты, будет ли вам этого достаточно? Нет. Вы устремитесь к звездам, не так ли? Внутри вас есть нечто, что жаждет стать безграничным, бесконечным. Сейчас вы двигаетесь к состоянию бесконечности маленькими шажками. Это неверный подход. Можете ли вы когда-нибудь добраться до бесконечности шаг за шагом? Можете ли вы сосчитать один, два, три, четыре, пять и в один прекрасный день сказать «бесконечность». Вы будете лишь бесконечно считать. Вы не познаете бесконечности. Такой подход не сработает. Но ваше желание именно в этом. Внутри вас есть нечто, что постоянно стремится стать безграничным. Если я установлю для вас границы, например, запру вас в комнату 5 на 5 метров. Вы воспримите это как ужасное заточение. Завтра мы выпустим вас в комнату 10 на 10 метров. Вам будет хорошо ровно один день. А потом вы опять почувствуете себя как в тюрьме. Затем переведем вас в комнату 100 на 100. Вам будет в ней хорошо три дня и опять то же самое. Неважно, где я поставлю границу. В тот момент, когда вы ее почувствуете, вы захотите преодолеть ее, не так ли? Это не то, что взращивается внутри. Это не предпринимательский дух. Такова природа жизни. Жизнь все время хочет стать чем-то большим. Насколько больше? Бесконечно больше. Не так ли? Итак, вы не стремитесь к большему. Вам нужно все. Если вы хотите получить все, возможно ли завоевать это? Если вам нужно больше, это можно завоевать. Если вы хотите все, возможно ли завоевать это? Или заработать? Так что задумайтесь. Если вы хотите все, что вам следует делать? Если вы задумаетесь об этом, вы естественным образом станете духовными. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok